Всем привет! Все тунеядцы, алкоголики, алкаши! И сегодня мы с вами бухаем и пивная тарелка у нас сегодня. Пиво вот такое, я никогда его не пробовала, решила попробовать. Так, не зубами же открывать, правильно? Зубы я берегу. Видела в интернете, что некоторые открывают глазом. До этого еще расти-расти. Ваше здоровье, моя хорошая. У нас чипсы, семечки, фисташки. Мама еще предлагала пожарить душе-пяре. В этот раз не безалкогольная. Это, по-моему, семерочка. В общем, нормалек. Солнышко уже село. И, по идее, надо было чуть-чуть подождать и уже снимать с искусственным освещением. Но мне что-то прямо сейчас захотелось. Обожаю пиво. Сегодня буду отвечать на очень много ваших вопросов. В последнее время в Инстаграм ничего не выкладываю. Итак, давайте отвечать на вопрос. Интересный вопрос. Не бывает ли у тебя чувства того, что ты много всем делишься и чувствуешь себя уязвимой? Очень хороший вопрос. На самом деле, иногда я, например, сняла видео, выложила, рассказала что-то личное, а потом я сожалею об этом. Мне парень говорит, что слишком много рассказываешь. То есть, рассказывать 10% из своей жизни и все. Я просто сужу по себе. Мне нравится, когда я знаю про блогера много. Например, почему мне нравится Ольга Бузова? Потому что я знаю ее историю. Я знаю очень много моментов, связанных с ней. Мне кажется, если не рассказывать ничего, потихоньку, людям просто не будет интересно на тебя смотреть. Люди это чувствуют. Чувствуют, когда ты искренне с ними. И когда нет. Когда рассказываешь про свои проблемы или нет. Я не могу сказать, что я прямо на 100% рассказываю. Такого нет. Потому что есть моменты, например, с родственниками какими-то. Сейчас я сяду, это все буду вам рассказывать. Потом эти родственники начнут мне предъявлять за это. Зачем ты это все рассказал. Например, я рассказываю то, что касается конкретно меня. Или любая моя подруга что-то мне рассказывает про свою жизнь. Я никогда не буду говорить. А вот у меня у той подруги вот такие проблемы. Я могу в общем какую-то историю рассказать. Но конкретно имена, фамилии я не люблю. Но иногда у меня бывает, что я жалею о том, что я что-то рассказываю в видео. У меня даже есть несколько видео, кто внимательный на моем канале. Я опубликовываю, например, а потом удаляю это видео. Однажды было я кое-что про брата рассказала. Потом мама попросила удалить это видео. И я сразу скрыла. Но у меня есть подписчики, у которых стоит колокольчик. Как выходит видео, им приходят уведомления. И уже от них скрыть невозможно. Уже они потом в комментариях пишут, а почему ты удалила предыдущее видео. Элементарно. Есть старые видео, где я просто выгляжу ужасно. Мое первое видео покупки с Алиэкспресс. Мне настолько там я себе не нравлюсь. Но я его не удаляю. Но есть видео, которые меня лично как-то, знаете, задевают. Я что-то рассказала, думаю, блин, нахрена я это сказала? Зачем? Насчет парня, например. Парень вообще считает, что ссоры из-за сбы выносить нельзя. Но у нас с ним очень редко бывают ссоры. На самом деле, это первый в моей жизни человек, с которым настолько мы ладим. Прямо настолько. Пиво пушка. Ой. Насчет брата. Мне пишут в комментариях, что мы поссорились и так далее. Нет. Одни пишут, жадина. Наверное, брат захотел у нее денег в долг. Но она не дала. Но откуда вы знаете? Вот с чего вы берете такие выводы делаете? Почему я жадина? Жалко, вы вот в жизни меня не знаете. Вот сейчас буду оправдываться. Это будет выглядеть со стороны глупо. Но мое окружение знает, какой я человек. Я с братом не в ссоре. Просто мы общаемся меньше. Раньше мы общались более тесно. У нас немножко разные взгляды на жизнь. Разные принципы. В некоторых моментах он меня не понимает. В каких-то я его не понимаю. Так что мы не в ссоре. Самое главное. Насчет моих подруг. В последнее время я ни с кем не ссорилась. Просто вообще осенью. Особенно осенью. Мне очень нравится сидеть дома. С чашечкой горячего кофе. А этот второй канал вообще снес мне башню. Мы уже 10 дней не видели с моим парнем. И я не хочу. Я хочу рисовать. Это какое-то, знаете, помутнение рассудка. Вот я лежу. Думаю, надо сделать такую коллекцию. Надо сделать этот, тот, третий, десятый. Открываю YouTube. Начинаю смотреть видео про бумажные сюрпризы. Следующий вопрос. Почему нет новостей про твою квартиру? Возможно, вы упустили этот момент. Но я рассказывала в видео, что я свою квартиру сдала. И мне очень повезло. Я купила свою квартиру и резко недвижимость подорожала. Многие пишут в комментариях, что «Ой, ты радуешься этим деньгам, которые тебе квартиросъемщики платят, хотя ты столько вложилась». Да, конечно, я радуюсь. Знаете, почему? Потому что я завтра могу продать эту же квартиру еще дороже, чем я ее купила. И каждый месяц я получаю еще денежки сверху. Если я положу деньги в банк, например, да, под проценты. Мои деньги просто съест инфляция. А я буду получать мизерные какие-то проценты. Поэтому стройматериалы дорожают. Квартиры тоже. Я безумно радуюсь, когда каждый раз получаю деньги. Насчет окна. Кто не в курсе. Я вам рассказывала, что в моей квартире у меня как бы балкон застекленный. И там сломалось окно. Ну как сломалось. С петель слетело. И я как бы сама оплатила. Точнее, оплатили они. Потом вычли со съемок квартиры. И вот честно, моя мечта иметь 10 таких квартир. Сдавать. И до конца жизни нифига не делать. Возможно, снимать видео в ютубе. Так, иногда. Хотя, навряд ли я смогу ничего не делать. Многие просто, я читаю в комментариях, пишут, что типа невыгодно вкладываться в недвижимость. Я в ТикТоке тоже видела эксперты. Там говорят, это невыгодно. Лучше снимайте и так далее. Каждый выбирает сам. Наверное, эти эксперты, они как бы миллионеры и так далее. Я не собираюсь стать миллионером. Я просто хочу стабильность. Пусть и небольшой доход, но стабильный. Кто не знает, квартира у меня застрахована. Я получаю денежки. Ни капли не жалею о покупке именно этой квартиры. Как мне сказал риэлтор, ее очень легко сдать. Потому что почти плюнув с моего балкона, ваша слюна попадет на метро. Очень близко. Три минуты. Новостройка. Хотела бы ли ты попасть в какой-нибудь тикток-хаус? Нет. Однозначно. Если бы я была бы певицей, я бы не хотела петь в группе. Если бы я была бы блогером, я бы не хотела ни в какой тикток-хаус. Очень редко бывает, что блогер, например, набирает огромную аудиторию и как личность тоже состоялся. Такие есть, конечно, безусловно, но... В большинстве случаев их ассоциируют с конкретным тикток-томом. Например, взять и, кстати, я знаю участников, но просто чисто так налицо и знаю, что она из какого-то эксо-тима. А конкретно кто это? Без понятия. Даже если бы мне было бы лет 15, я бы хотела развиваться сама. Без никаких продюсеров, без вот этих центров всех. Это потому, что так круче. Например, просто пример. в группе Виагра было столько солисток. Вы помните всех? Нет? А если бы пела бы одна, то это запомнилось. Но это выбор каждого. когда ты выйдешь замуж, заберешь с собой твикса или он будет жить с мамой? Скорее всего, твиксик останется с мамой, потому что мама просто не согласна его отдавать. Интересно, когда я привела твикса, мама была против. Зачем он нужен? Выброси его. А сейчас мама его настолько обожает, не готова его отдавать. Дай бог, когда я выйду замуж, я планирую взять с улицы собачку. И сейчас начнется в комментариях барахольщица, зачем тебе это надо? Я добрый человек, в отличие от вас. Я хочу осчастливить собаку с улицы или кошку, неважно. Те люди, которые разводят дорогих собак и продают, они как бы зарабатывают на этом. И взяв такую собаку, вы как бы не делаете особо добрый поступок, потому что в любом случае эта собака будет жить хорошо, потому что она породистая. А жалко тех, кто на улице. У нас просто в Баку я не знаю, то ли травят этих собак, то ли ни одну бездомную собачку не видела. Или кошечку еще одну. У меня будет свой котик, мама будет свой. Я так люблю Твиксы, как я могу отдать Твикса. Мои хорошие, у меня, к сожалению, на камере уже не остается памяти, поэтому вынуждена уже с вами попрощаться. А пиво было просто обалденно. Закусочка тоже. Не забывайте подписываться. Всех люблю.